привет всем вы на канале бокс и это последние новости бокса шварц в суде ему светит до 10 лет тюрьмы по ветке вылечился от коронавируса и возобновил тренировки главный редактор за ринг сказал усик не заслуживает быть обязательным претендентом на основании одной достойной победы прояснились подробности криминального производства против супер тяжеловеса тома шварца из фрг по версии обвинения 31 мая в ластау он во время ссоры избил свою бывшую девушку тессу то получила серьезные травмы челюсти сейчас дело слушается в суде случае признания 26-летнего боксера виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы промоутер временного чемпиона wbc в супертяжелом весе александра поветкина андрей рябинский сообщил что боксер вылечился от коронавируса и приступил к тренировочному процессу у саши хорошее самочувствие он вылечился пришел в себя сейчас идет речь о том чтобы продолжить тренировки хотя он потихонечку включается тренировочный процесс но не на полной мощности плюс мы решили воспользоваться этой паузой и провести всестороннее медицинское обследование не связанное с коронавирусом и пока все хорошо самые ближайшие дни нам предстоит принять решение состоится ли бой с вайтом в конце января то есть тут вопрос в том уложимся ли мы в эти сроки подготовкой приводит слова рябинского риа новости главный редактор за ринг сказал я надеюсь что дабыл убил не разденет энтони джошуа я бы предпочел чтобы бой усик джойс был претендентский усик не заслуживает быть обязательным претендентом на основании одной достойной победы супер тяжелом весе против дарика чесоры а джойс не заслуживает боя за титул чемпиона мира поскольку его лучшая профессиональная победа была против перспективного боксера даниэля дюбуа я действительно хочу чтобы поединок фьюри джошуа состоялся в следующем году и я думаю что на кону должно стоять абсолютное чемпионство